Друзья, всем привет! Ну вот и случилось то, что в принципе давно уже ожидалось. Матвей Сафонов официально перешел в ПСЖ. Сегодня на сайте французского клуба появилась информация о состоявшемся трансфере. Также бывший игрок Краснодара дал небольшой комментарий по поводу своего перехода. Давайте я ему быстренько зачитаю. Очень рад присоединиться к ПСЖ, одному из самых больших клубов в мире с богатой историей и достижениями. Мне не терпится познакомиться с новыми товарищами по команде, защищать новые цвета и заставить болельщиков гордиться мной. Вперед Париж! Цитирует Сафонова официальный сайт клуба. Ну что же, я лично очень рад, что у Сафонова все-таки получилось перейти в ПСЖ. Несмотря на вот эти вот синие урядицы, в плане алиментов, взаимоотношения с бывшей женой, скорее всего все он уладил, все оплатил, ну иначе бы, наверное, он не присоединился бы к ПСЖ, не смог просто выехать бы из России. Ну и теперь Сафонову предстоит тяжелейшая борьба за место в основе, за место основного вратаря. Конкуренты, как мы знаем, у него очень серьезные, но все-таки в ПСЖ, наверное, плохих вратарей держать не будут. Честно говоря, не очень верится, что у Сафонова просто сходу получится занять место в основе, стать основным вратарем. Но, возможно, в каких-то матчах он будет выходить, может быть, в кубковых матчах каких-то, и постепенно-постепенно завоевывать место в основном составе, завоевывать место в воротах. По крайней мере, очень бы хотелось этого. Не хотелось бы, конечно, чтобы он просто сел там на банку и, ну, остался там вечно вторым или третьим даже вратарем ПСЖ. Ну и напоследок хотелось бы вспомнить небольшую историю, связанную с Сафонова. Это был 2018 год, я приехал в Краснодар после чемпионата мира, собственно, после финального матча. Там буквально через несколько дней был матч в НЛ, и я решил пойти на него. Это стадион был академии, небольшой такой, то есть не тот, на котором сейчас проводит матч Краснодар. Я сидел как журналист, да, и рядом, наверное, в метрах, ну, 20, может быть, где-то ориентировочно сидел Галицкий, да. Матч, я не помню, как он завершился, но в нескольких эпизодах Сафонов сыграл очень неудачно, и Сергей Галицкий, ну, просто вот, явно был недоволен его игрой. Чуть ли я не знаю, не хватался там за голову, ну, всем видом показывал, что Сафонов его разочаровывал в каких-то эпизодах. И я еще тогда подумал, ну, наверное, хана этому вратарю, раз президент клуба недоволен им остался после этого матча. Но, как видите, прошло сколько? Шесть лет, и Сафонов уже в одном из лучших клубов мира. Так что вот такая вот судьба Сафонова, очень рад, что у него все получилось, что я оказался тогда неправ. Здесь еще хотелось бы добавить такой момент, вот, человеческие качества. Да, Сафонов сложный как человек в общении, иногда не отвечает на вопросы, могли видеть на канале, да. Кто не смотрел, можете чуть-чуть посмотреть плейлист канала и увидеть интервью Сафонова, как он отвечает на вопросы. Но в чем он не отдать, вернее, не отдать ему должного, это то, что он всегда отзывается, всегда дает комментарии. Даже после тяжелых, после проигрышных матчей его зовешь дать интервью, он никогда не отказывается, подходит. Если говорить о игроках Краснодара, он, наверное, единственный такой, там, остальные просто по настроению дают какие-то комментарии. Ну, что я хочу сказать еще? Ну, просто пожелать Сафонову удачи ПСЖ. Надеюсь, все у него получится. Кстати, пишите комментарии, что вы думаете по поводу этого перехода. Как вы относитесь к Сафону, верите ли вы вообще, что он сможет заиграть ПСЖ в качестве основного уратаря. Ну, а на сегодня все. Всем пока. Подписывайтесь, кстати, на канал, кто не подписан. До встречи.